Выше надо, быстро. Пошли. Выше, быстро, пошли. Не забирайся, не забирайся. Грот, грот добирай! Не забирайся. Добирай, добирай грот. Еще, еще, еще. Пошли, грот собрать! Азарт, адреналин и быстрота реакции. Дорога каждая секунда. Это ветер дует всем одинаково, а позиция у каждой яхты разная. И потому многое зависит именно от самого старта. Все, 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 успокоились, поехали. Передышка небольшая. После поворота, для того, чтобы ловить попутный ветер, команда поднимает третий парус. Яхтсмена его называют геннакер. Он самый большой, эффективный и, безусловно, самый эффектный. Алый, словно дань героям Грина. Впрочем, суровые речные волки в романтическом настрое не признаются. Яхта уверенно набирает скорость в четыре узла. Сегодня ей предстоит пройти три коротких дистанции по три морских мили каждая. Такие спринты особенно держат в тонусе, признается капитан Владимир Самсонов. Он уже 40 лет ходит под парусом и давно для себя вывел формулу победы. Максимум мастерства и капли удачи. Элемент удачи всегда присутствует, но удача, она... И то, что здесь старт, как бы, старт динамический, поэтому важно не отвлекаться перед стартом, а сконцентрироваться. Когда на финише проигрываешь, там два метра всего. Мы гоняемся, допустим, двое суток, там выиграл и поиграл, допустим, там две минуты просто. Вот сейчас мы и проверим правила, которые известны каждому ребенку. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Судно, экипаж которого любезно согласился взять нашу съемочную группу на борт, называется «Ракета-С». И не раз побеждала в гонках. Кстати, и сейчас мы в числе первых. Сфу-ть-фу, чтобы не сглазить. Регата, посвященная памяти Николая Мясникова, он был первым олимпийским чемпионом СССР, проходит уже в 44-й раз. Это сейчас на Средней Волге одиноко белеют не больше пара десятков парусов. А ведь были времена, когда эти волны рассекали не меньше двух сотен яхт со всего Союза. Вспоминает Михаил Кольцов, ученик Мясникова, и сам уже человек-легенда, отдавший парусному спорту более полувека. Волга белела парусами. Они отличаются очень сильно. Сравнить невозможно. Измените небо и земля. У меня в яхт-клубе было больше двухсот вымпелов. Двести. Это был один из крупнейших яхт-клубов в стране. Тем более вузовский. Парусный спорт из массового, который поддерживался государством, постепенно превратился в элитарный. Но тем ценнее хорошие показатели в гонке. Кстати, команда Самары ГИС, даром, что женщина была на борту, яхте ракеты «С» принесла удачу. На финиш она пришла первой. Инга Пеннер, Василий Калдашов. События. Продолжение следует.